Всем привет! Итак, сегодня я расскажу про мою самую любимую породу собак, хаски. Спокойный векло, лучшим другом человека всегда была и остается собака. На земле есть огромное количество разных пород собак, от маленького чахуаха до огромного ирландского валкадава. Как вы знаете, и как я уже говорил вам, я буду рассказывать про хаски. Хаски в основном живет на севере, используют их для упряжки. Эти собаки очень сильные и выносливые. Ихняя максимальная скорость, вы не поверите, 90 км в час. Но также есть люди, которые используют хаски как простое домашнее животное. Эти собаки очень милые, послушные. Но чего я точно не могу сказать, это то, что они слабые. Они очень сильные, могут защитить своего хозяина в любой момент, когда это только будет надо. Также они отлично охотятся, они очень тихие, спрытные. Могут принести добычу какую-то или вычислить ее. Мой сын рассказал общие характеристики хаски. А мы расскажем про нашу собаку. Нашу собаку, красавицу, но не совсем послушную, зовут Ласка. Она очень ласковая. Появилась она у нас тогда, когда дети у меня были еще совсем маленькие. И работала она у нас и игрушкой, и лошадкой, и наездкой. А вот из нее такой вот как бы на них же она их и каталась. Собаки эти очень добрые. И наша Ласка очень добрая. Она позволяла детям с собой делать все, что угодно. Мы проверяли у нее уши, залазили ей в нос. И она ни разу даже не гавкнула. Правда, сейчас других детей она к себе подпускает так очень осторожно, предупреждая рыком, не стоит. Еще наша Ласка очень хорошая мама. Когда у нас появились щеки, а их было аж четыре, две девочки и два мальчика, то она от них просто не отходила. Ее было тяжело даже в туалет вывезти, потому что она сразу же бежала к своим детям. А дети только начинали дома пищать, она чувствовала и возвращалась. Потом, когда им было два месяца, она их начала учить охотиться. У нас дома есть кошка, белая, большая, красивая. И вот она загнала кошку на кухню, там, где были щенки. Мы честно еле-еле отбили кошку. Кошка бедная вообще не понимала, что делать. Она не поняла, что в данном случае она до жертвы, которую надо съесть. Наша собака очень, скажем так, хороший друг. Когда-то она нас защитила от бешеного пса. И очень быстро это сделала. Хотя многие говорят, что каски, они не охранные собаки. Ну, наверное, не охранные. Но если собака чувствует беспокойство хозяина, она просто реагирует автоматически, что надо защищать себя. Ну, заодно и хозяина. Довольно неплохая повадка у собаки. Ну, что еще можно рассказать Денису о нашей каске, глазке? Что она у нас еще делает? Еще она у нас носит курей, белок. Может долго-долго лежать над ежиком и ждать, как Даша наконец-то откроет пузо. Ежик не выдерживает. Пузо открывает. Ну, а дальше понятно, что с ним делают. Вот сейчас ей очень грустно, потому что ей бы погулять, а мы ее тут вот на привязи держим. И не пускаем. Еще был такой момент, когда к нам прибежала черная кошка Наталья. Черная кошка, только ее увидела наша ласа, сразу побежала. Но постучила не очень верным способом. Ни на дерево не полезла, не убежала. Спряталась в пустыне. На этом кошке пристепил конец. Пристепил конец. Ну, вообще, на самом деле, жалко кошку. Что там, и курей жалко. Ну, что сделаешь? А вот история про нашу маму более интересная. Нашу маму повезли на дачу. И привязали ее с цельной стороны курятника. А соседи, владельцы этого курятника, они похвалили, сказали, какая у вас хорошая собака, какая она классная. Так вот, утром, когда все хозяева встали, проснулись, вот, увидели жуткую картинку. А вот, было вырыто траншея под курятник собакой, и куры повылазили сами к ней. В общем, как бы вокруг собаки лежали одни круглые. А вот. Ну, не все так страшно. На самом деле, хаски очень классные. А хозяева у хасок просто помешанные на своих встал. Но, мы их очень любим. Если кто-то хочет приобрести себе хорошую игрушку домой, для этого классного друга, мы вам посоветуем лайк хаски. Мы советуем хаски. Все, мы вам рассказали все, что хотели. Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!